Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья! И сегодня мы готовим рисовые шарики с начинкой! Да, мы сегодня готовим вкусные, хрустящие, зажаристые рисовые шарики с начинкой. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится рис. Рис, оливковое масло, растительное подсолнечное, соль, 2 яйца, мука, панировочные сухари. Также нам понадобится сливочное масло, 2 зубчика чеснока, 1 головка лука, 2 вида сыра и ветчина. Для этого блюда что мы сейчас делаем? Нам нужно сначала обжарить лук и чеснок. Очень-очень меленько мы стараемся нарезать. Также меленько мы нарезаем чеснок. Берем сотейник, в нем мы будем обжаривать лук, чеснок и рис. Наливаем немного оливкового масла, нагреваем и обжариваем. Лук и чеснок обжариваем до золотистого цвета. И сюда же будем отправлять обжариваться рис. Лучок начал поджариваться с чесночком и отправляем туда рис. Риса у нас 200 грамм, обжариваем его до полупрозрачности. Рис будет менять свой оттенок. Сейчас мы его бросили, он такой прям белый, а будет он такой прозрачный. Вот смотрите, вот один уже то, что нам нужно. Обжариваем буквально минуту, даже меньше. И заливаем кипятком из расчета 1 к 1. И тушим 15 минут. Пока вода не испарится, убираем огонь. На медленном огне. Тушим 15 минут. И добавляем соль по вкусу. Пока готовится рис, мы натрем твердый сыр. Итак, рис мы засыпали, но его нужно постоянно помешивать и по необходимости доливать воды. Добавляем сливочное масло, ну где-то грамм 30. Перемешиваем и сюда же будем добавлять сыр. Отравляем горячий рис, мелко натертый сыр. И хорошо-хорошо перемешиваем. И убираем, чтобы рис с сыром остыл. Пока наша сырно-рисовая масса остывает, мы подготовим начинку. Нарежем кубиками ветчину и моцареллу. Нарезаем такими вот небольшими кубиками. Ну, где-то вот такими кубиками нарезаем моцареллу. Итак, рис у нас остыл. Сейчас добавляем одно яйцо и перемешиваем. Хорошо-хорошо перемешиваем и будем формировать наши шарики. Рис остыл. Сейчас мы будем формировать наши шарики. Выдавливаем, продавливаем серединку, такую лепешечку. Кладем внутрь серединку моцареллу и немного ветчины. И все это аккуратненько упаковываем внутрь шарика. Чтобы у нас получился ровненький, ровненький, кругленький шарик. Теперь отпускаем сначала в муку. Теперь яйцо и в сухарики. Форму мы потом подровняем. Вот такой шарик у нас получился. Главное, рис выбирать, чтобы он был такой текстурой, клейкой. Как рис-гигант, как японский рис. И хорошо его уваривать до такой вот текстуры, чтобы она как пластилин клеился, чтобы держал форму. Иначе ничего не получится. Собираем сформированные шарики. Обжариваем в растительном масле. Так, чтобы шарик был практически покрыт маслом. Ну что, наши рисовые шарики готовы. И там у нас что? Начинка. Сейчас мы попробуем разломить и посмотреть, что же произошло с сыром. Ах, сыр тянется, расплавился. Ароматный, хрустящий. Ай, вкуснятина. Диана, просто суперский рис. Сыр расплавился. Ах, как вкусно пахнет. Ну давайте, девчонки, пробуем. Горячо уже. Берите по шарику. Ну-ка, макаем. Тебе какой макать? Вот этот? Вот этот? Не в какой. Горячий. Очень вкусно. Да, вот этот не горячий. Ну что, всем советуем этот рецепт. Конечно, пришлось с ними повозиться. Это оказалось не так легко. Но получается очень вкусно. Они хрустящие. Начинка очень вкусная. Вкусная получаются просто замечательные грузящие рисовые шарики с начинкой. Вот такие вот. Всем приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Я на вас принесу. Очень вкусно. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok